Добрый день дорогие коллеги, друзья! Сегодня мы начинаем мастер-класс, это называется Живой хирургии и трансляция из клиники Новый Зир, город Киев Называется Прецизионность хирургии катаракты С фемтолазером LensX Alcon, системой Centurion С технологией Active Century Спикер и хирург Пархоменко Георгий Яковлевич, главный врач системы медицинских центров Новый Зир Я думаю, что очень многих, кто сейчас смотрит, я знаю, вы меня знаете К сожалению, последние полгода мы стали существенно реже встречаться По независимым от нас причинам в связи с развившейся пандемией коронавируса К сожалению, я вот разговаривал вчера буквально со своими друзьями из Израиля Там опять первая страна в мире, в которой ввели двухнедельный опять карантин полный, жесточайший То есть вторая волна, о которой так много говорили, она не замедлила себя показать И в связи с этим я хочу вам пожелать здоровья, здоровья вам, вашим близким Уже переболели, слава богу, по крайней мере, те, кого я знаю, все живы Ну, будем надеяться, что пройдется это в легкой форме А сейчас приступаем непосредственно к нашему веб-трансляции О чем сегодня мы будем говорить? Собственно говоря, хирургия катаракты Фемта катаракта Машина Центурион И новейшие технологии, которые удалось нам получить для Центуриона Это Active Fluidics, который уже более давно И Active Century, это система, о которой мы чуть дальше более подробно поговорим На что все это направлено? Нынешний технологический апгрейд, который позволяет нам оперировать более безопасно Он направлен на выход физиологического давления Нормального внутриглазного давления Как хирургия катаракты протекала до этого, вы все прекрасно знаете Высокое расположение бутылки с физраствором Для того, чтобы повысить внутриглазное давление Ускорить заполняемость камеры при повышении аспирации или прорыве окклюзии Сейчас все это, слава богу, делает за нас машина Которая работает избирательно, очень точно, быстро И при повышении аспирации, либо при прорыве окклюзии Когда передняя камера может измельчаться Машина не допускает технологии Active Fluidics Возвращает нормальную глубину передней камере Но не превосходит при этом высокое давление К чему это ведет? Огромное количество факторов, которые решает нормальное физиологическое внутриглазное давление Один из них Это очень щадящее отношение к эндотелиальным клеткам Так как камера не хлопает, не меняется по глубине Не касается эндотелия ни инструменты, ни радужка, ни крусталик Сохраняется эндотелия Особенно это важно у людей, у которых эндотелия нет Недостаточное количество Мы в 100% случаев делаем контроль эндотелия И всегда до операции знаем, кто входит в группу риска, а кто нет Все мы прекрасно знаем, что хирургия катаракты Приводит к тому, что процентов 10-30 эндотелия мы теряем В зависимости от технологии, в зависимости от плотности хрусталика И, соответственно, достаточно большое количество пациентов находится в группе риска В группе риска на декомпенсацию, затем эндотелиальную Отек, помутнение роговицы, соответственно, кератопластику Кератопластика недешевая, непростая процедура Непредсказуемая, которая даже при филигранной хирургической технике В великолепном материале все-таки встречается реакция отторжения Поэтому эндотелий надо беречь Тем более на операциях удаления прозрачного хрусталика, который делается с рефракционной целью Здесь к эндотелию должно быть наиболее выражено щадящее действие Второй момент, который позволяет нам решить физиологическое давление Это минимальное воздействие на другие части глаза Такие как радужка, капсула хрусталика Есть работы, которые подтверждают, что перепаде давления, изменения глубины передней камеры Вы все это тоже прекрасно знаете Возможно повреждение капсулы хрусталика Операция идет совершенно не так, как то запланировал хирург И речь уже не идет о запланированной линзе Часто это сопровождается витректомией Соответственно, большим количеством осложнений, которые возникают и так далее Следующий момент, который мы достигаем благодаря физиологическому давлению Это отсутствие воздействия на зрительный нерв и сетчатку Это профилактика макулярного отека Это профилактика острого повреждения головки зрительного нерва Это профилактика повреждения слоя нервных волокон и так далее Есть огромное уже количество научных работ, в которых это все достаточно четко доказано И нам с вами остается только одно На основании этих научных работ Внедрять эти технологии в свою практику Что мы, собственно говоря, и сделали благодаря фирме Алкон И вы сейчас посмотрите воочию, как это все выглядит Сегодня мы постарались, чтобы большая часть операций, которую мы будем выполнять Выполнялась при помощи фемтолазера Дорогие коллеги, друзья Мы перешли в хирургическую операционную Они у нас рядом, лазерная и хирургическая И продолжаем операцию, о которой я говорил Это второй этап, хирургическая часть При использовании системы Центурион Системы Активфлюидик Машины Верион Микроскоп у нас Люмера Цейсовский Очень хороший Ну вот, в основном все Я работаю в двух парах перчаток Это очень удобно, потому что Можно на этапах и историю посмотреть И пациенту помочь И потом опять сохраняется стерильность все равно 100% наших пациентов, даже несмотря на то, что там не планируется, например, ставить торическую линзу Проходит обследование на машине Верион Для того, чтобы можно было анализировать, где будет основной разрез Как это повлияет в дальнейшем на стигматизм То есть даже для набора информации это крайне важно Не говоря уже о том, что Верион позволяет нам проецировать на глаз Максимально возможный размер капсулорексиса Места размещения разрезов А при имплантации, соответственно, торических линз Ну и правильное размещение интерокулярной линзы в глазу Лена Владимировна, откроем, пожалуйста, оба глаза Посмотрим на меня Умничка Больно не будет Если боль даже минимальная Просьба не терпеть Сразу мне сказать, хорошо? После драпировки век Соответственно, закрытие ресниц Это важнейший этап профилактики Сами знаете чего Мы вводим векорасширитель Векорасширитель я использую в 100% в случае аспирационный Они очень быстро убирают влагу И все, что не нужно из глазной щели И глаз все время находится чистый На огонечек смотрим Умничка моя Ну вот, вы видите, предварительно уже сделан капсулорексис Дробление ядра Ну а огонечки смотрим Наша задача теперь сделать Опять исследование на хирургической части Вериона Анатомия совпадает Мы подтверждаем Компенсируем опять циклоторсию И вы видите здесь Хорошо разметки Залегания ИО И расположение разрезов Работаем мы ножами 1.0 Я выполняю на правом глазу 3 парацинтеза Я не амбидекса Оперирую правой рукой Это алконовский нож 2.2 В переднюю камеру Мы вводим дополнительно еще Медриатик и анестетик Это маркаин 0.5% И мезотон Чуть-чуть будет больновато Когда анестетик действует Но это буквально вот короткое время В 100% случаев я крашу Переднюю капсулу трепановым синим Сначала воздушный пузырь А потом синечка Вискоэластик базовый Я использую Дисковиск Он сочетает в себе Свойства дисперсивного и когизивного Вискоэластиков И использую Такую своеобразную Систему Softshell Technique Под дисковиск Который в основном Располагаю под роговицей Я помещаю Метилселлюлозу Вот Ну мы сейчас видим с вами Насколько качественно сделана капсула REXIS Мостиков нету То есть идеально капсула рассечена Диаметр который мы там выставили 5 миллиметров Он идеальный для того Чтобы линза располагалась Практически всегда в капсульном мешке И используя цанговый пинцет Для капсулы REXIS Видите мы эту капсулу Без всякого труда удаляем Теперь выполняем Гидродиссекцию Гидродиссекцию мы делаем Модифицированной Конюлей Акахоши Она имеет вот такую вот форму Г-образную на конце Подаем жидкость под ядро И одновременно вот этой плоской частью Останавливаем Регулируем подвывих То есть чтобы ядро осталось в капсульном мешке Здесь ядро не очень плотное Поэтому здесь Может получиться не так как мы планируем Но в любом случае Вот пошла жидкость Начала увихиваться И мы постарались Оставить ядро В капсульном мешке Для того чтобы она не приближалась К задней поверхности роговицы Параметры Вам видно А что у нас оверлей исчез Кстати Что у нас его не будет А у нас есть его нет Только на том экране Все хорошо Так Виталик ты есть? Центра смотри сынок Используем мы баланс и тип Он идеально подходит для разреза 2.2 Давление исходное 20 Видите хорошая гидродисекция Она позволяет Ядро и кору мобилизовать Соответственно Легко манипулировать Камера если очень глубокая Исполняется такой прием фишки Она разделяется радужкой и капсула Видите Камера стала помельче Немножечко И нам удобнее работать Ну вот то о чем я говорил То есть физиологическое давление 20 В данный момент Оно позволяет Удерживать стабильную Глубокую переднюю камеру То есть машина Очень быстро Потеря жидкости компенсирует Где у нас идет Потеря жидкости В первую очередь Через парацинтез Где у нас дополнительный инструмент И частично через рукав Который в общем то идеально Герметизирует основной разрез Но при активных манипуляциях Жидкость может частично теряться Через основной разрез Ну и плюс Как мы говорили Факодинамические все параметры Касающиеся Повышения уровня аспирации Прорыва окклюзии Если ядро более плотное И соответственно Когда вот звенит И возникает окклюзия Вот мы большую часть ядра Убрали И переходим К заправке линзы Хрусталик пожалуйста Да Вот картридж мы используем На большинство линз Акресов IQ И торических И мультифокальных Картридж мы используем D Что позволяет нам Практически Оставить разрез неизменным Практически Я сейчас покажу Мы используем Автоматический инжектор И для того Чтобы имплантировать На давлении 20 Нам нужно Вунд ассистит Чтобы чуть-чуть Разрез был пошире Значит обязательно Мы идентифицируем На видеозапись Какую линзу Мы взяли 9 диоптрий Т3 И заправляем Картридж В автоматический Инжектор Автоматический Инжектор Которым Работает Машина Центурион Они совершенно Великолепные Они практически Не имеют Проблем При имплантации Подача линзы Идет медленно Плавно Постепенно Контролируемо Соответствует Скорости Расправления Линзы И теперь Еще одна вещь О которой Мы не говорили Еще Это так называемый Трансформер Это коаксиальная Ирригационно Аспирационная Система Которая позволяет Удалить Через основной Разрез Большую часть Масс Она состоит Как бы из двух Частей Вложенных Одна в другую Ирригационный Аспирационный Наконечник И Через основной Разрез Позволяет нам Удалить Остаточные Картикальные Массы Очень нежная Щадящая Очень эффективная И самое главное Что опять же Видите Давление На котором Мы работаем Оно минимальное Сейчас для уровня Ирригации Аспирации Которые есть В этой машине Но она идеальная 22 То есть Система контроля Скорости Протекания Жидкости Которая Находится В кассете Моментально Компенсирует Потерю Жидкости Которая идет Либо через Парацинтезы Либо при повышении Аспирации Усиление Либо Через основной Разрез Теперь мы разбираем Этот трансформер И у нас получается Одна часть Ирригационная И аспирационный Наконечник Ирригационную Опять таки Мы вводим Через основной Разрез А при помощи Аспирационной Убираем Оставшиеся Картикальные Массы Которые Находятся Под Ирригационной Частью Наконечника Которую Неудобно Из-под себя Убрать Хотя Возможно Я вам скажу Что Если Немножечко Сдвинуть Рука Максимально Получается Очень красиво Вот Одновременно Убираем Остатки Вискоэластика Дисковиско Который Всю операцию Находится На эндотеле И обладает Протекторными Свойствами Всеми необходимыми Аккуратно Тщательно Чистим Заднюю Капсулу Благо Пластиковый Наконечник Нам позволяет Это легко Сделать Здесь Не будет Сюрпризов Как на металлических И Возвращаемся Опять таки К нашей Бимануальной Системе Многоразовой Для того Чтобы создать Ирригационную Поддержку На момент Имплантации То есть Мы подаем Через Парацинтез Ирригационный Поток Камера Углубляется Доча Даня Шпателечек Я немножко Измельчу Ее То есть Видите Когда камера Чрезмерно Глубокая Работать Неудобно Деформация Идет Излишняя Поэтому Мы Можем Через Парацинтез Или этим Инструментом Разделить Опять таки Радужку Радужку Капсулу Убрать Задний Блок Частичный Жидкость Идет Стекловидное Тело И Все нормально Для того Чтобы нам Имплантировать На таком же Низком давлении 22 Мы На одну десятую Разрез 2.2 Расширяем Аккуратно Индукция Стигматизма Практически Не влияет Во-вторых Она может быть И рассчитана Для того Чтобы понимать Но Зато Позволяет нам Использовать Автоматический Инжектор Со всеми Его Преимуществами Плавной Равномерной Подачи На низком Давлении То есть У нас Все равно По сути Получается Вунд Асистед Но На одну десятую Мы расширяем Линза В капсульном Мешке Теперь Вы видите Наша задача Простая Мы должны Ее поставить По Разметке Которая Проецируется Опять же Сейчас Помещаем Хрусталик В капсульный Мешок Ждем Пока он Расправится Сейчас Стало Холоднее На улице Поэтому И в помещении Тоже Поэтому Расправляется Не так быстро Линзы Как обычно Хотя Сейчас Достаточно быстро И как я уже Сказал Что появилась Новая примета Что если Акресол Стал в передней Камере Расправляться Медленнее То ожидаем Активного Клева По щуке Вот И устанавливаем Линзы Соответственно Меткам На теле Линзы И Оси Вот Линза Смотрите Идеально Располагается В капсульном Мешке То есть Сюда Покрыта Капсула Рексисом И Производим Гидротацию Парацинтезов Для того Чтобы У нас Не было Наружной Фильтрации Прямо Моя дорогая Этот глаз С высокой Близорукостью Как вы помните Поэтому Если здесь Камера Тоже бывает Очень глубокой Даже вызывает У пациента Болевые ощущения То мы Опять таки Разделяем Капсулу И радужку И Жидкость Идет В стекловидное Тело Из задней Камеры И Давление Неизбыточное Наша задача Добиться Легкого Плюса Так что У нас Роговичка Прямо Прямо Смотрим Деформировался В то же время Еще не исчезла Возможность Световосприятия Прямо В огонек Прямо В огонек О Видите Она не видит Огонька Мы чуть-чуть Перекачали Сейчас опорожняем Через Парацинтез Проверяем Неплохо Сейчас огонечек Видите Моя умница Вот вы видите Линза Находится По оси Там где Нужно было Залегать Капсулорексис Покрывает Всюду Переднюю поверхность Иол Что является Профилактикой Вторичной катаракты И идеального Рефракционного Результата Давление В глазу Высокое Нормальное Сейчас Но чуть больше Чем физиологическое Для того Чтобы не было Ликеджа Вот И операция У нас Закончена Операция Ваша Закончилась Прошла Очень хорошо У меня Просьба К вам Трое суток Не касаться Глаза Руками Каждый Час Сегодня Закапывать Капельки Это Антибиотики Кортикостероид Мы вам Выдадим Их Вот Посмотрим На меня Молодец Умничка Оставайтесь Лежать Вам Мы Сразу же Готовимся Ко второму Пациенту Что там У нас Дальше Номер Два Планируется Факоэмульсификация С имплантацией Паноптикса 17 Диоптрия Там Будет У вас Комбинированный Препарат Вот И завтра На контроль Мы Продолжаем Нашу Трансляцию Пациентка 52 Лет С диагнозом Незрелая Катаракта Левого Глаза Мы Планируем Первый Фемто Этап Вот Сейчас Я буду Несколько Сокращать Рассказы Чтобы Вы Больше Увидели Потому Что В принципе Операция Однотипная Если Я уже Захочу Что-то Добавить Или У вас Будут Вопросы То Тогда Я Буду Стараться Больше Рассказать Значит Здесь Близорукость Средней Степени Правого Глаза Высокой Степени Левого Глаза Миопический Астигматизм Слабой Степени Осложненная Катаракта Обоих Глаз Факамиопизация Возрастная Макулопатия Периферическая Хориоретинальная Дистрофия Ну То Здесь Есть все Показания К использованию Системы Актив Флюидикс С рукояткой Актив Сенчери Планируется Здесь Факокатаракта С Имплантацией Мультипокальной ООВ По расчетам У нас Получилось 17 Диоптрий Мы планируем Естественно Эмитропию Количество Эндотелиальных Клеток высокая но все равно мы будем сберегать потому что жизнь впереди большая мы приступаем наталья в гильном у нас сейчас лазерная часть операции она идет абсолютно без боли головушку чуть ровнее уложите подбородок чуть выше умничка лазерная часть состоит из двух этапов первое фотографирование второй лазерный наконечник дотронется до глаза чуть-чуть придавит но больно не будет если боль почувствуете даже самую маленькую сразу мне скажите к вам у меня просьба руки не доставайтесь под одеяло и головушкой не двигать договорились значит сейчас мы левый глаз заклеим чтобы на правый чтобы нам не мешал по на пару минут сюда мы поставим распорочку немножечко подавит неприятно но так нужно посмотрите на меня пожалуйста молодец голову чуть в этот бок для того чтобы вам было удобно лежать подушечка будет вас поддерживать слегка вот это не поднимаем головушку не меняем уже положение молодец смотреть вам нужно будет на вот такой вот мигающий огонечек хорошо не волнуемся я с вами ищем огонек он появляется сейчас перед вами так же как и при первой операции тут все этапы одинаковы то есть компенсация цикла торсии потом компенсация цикла ротации непосредственно чем-то лазерное воздействие все однотипно еще разок есть не видим давай увеличим немножечко продолжаем смотреть на оранжевый огонечек не хочет давай еще больше увеличим схватила система очень хорошо различает она тоже сейчас проецирует два снимка наша задача только согласиться одеваем индивидуальный конус расслабиться максимально не волнуемся вот так подавит буквально тут меньше чем полминуты компенсируем цикла ротацию все у нас получилось совпали изображения здесь у нас другой алгоритм рассечения видите это несколько окружность и радиальная линия осуществляем сканирование глаза получаем срез хрусталика развертку докинг хороший поэтому ничего поправлять там не нужно и ограничиваем воздействие на ядро загоняем вот эти красный уровень на уровень передней соответственно задний капсул это значит хрусталик будет находиться капсулы в безопасной зоне во время воздействия вот 25 секунд планируется очень быстро капсулы рексис осуществляется и более длительно идет разделение ядра на части соответственно цилиндрами и плоскостями вот то что мы видим сейчас на экране это выделяется в результате высокой энергии воздушные пузыри которые проходят между слоями хрусталика вот собственно говоря и все лазерная часть операции закончилась прошла очень хорошо вы умничка на месте снимаю наклеечку снимание спешите не спешите снимаем распорочку садимся ножки поворачиваем мою сторону голова не кружится молодец глаз можно держать открытым проходим с медбратом завершаем хирургическую часть лазерной отлично прошла все мы переходим туда мы продолжаем второй этап предыдущей хирургии хирургическая часть вот можно тут двумя путями идти собственно говоря можно было пациентку сразу же обработать перевести каталку сделать на каталке стерильных условиях но так как я не делаю разрезов роговичных по определенным причинам попозже вам расскажу почему вот то пациент совершенно спокойно может встать и перейти тут буквально пять метров и мы уже тогда обрабатываем стерильно непосредственно здесь в операционной разрезы я не делаю потому что ну как то мы не можем найти до конца консенсус с алконом я очень прошу чтобы разрезы были параллельно радужки дополнительные не хотят они на это идти хотят под углом а потом на мой взгляд теряется герметичность после операционном периоде ну вот я такой как это называется маргинал 0 наталья евгеньевна больно не будет моя дорогая глазки откроем посмотрим на меня на меня на меня смотрим драпирование краев век аспирационный века расширитель он выводится к медицинскому отсосу и очень быстро убирает все что вытекает из глаза или там не дай бог если кровь есть на огонечек смотрим это все что от вас требуется ну вот вы видите как выглядит глаз после того как поработал лазер достаточно плотным здесь ядром вот даже если он его не смог разделить все равно он разделяет кору и разлом он более ориентированный менее энергоемкий ну а капсулорексис получается независимо от плотности хрусталика в ста процентах случаев поэтому даже если это бурое ядро все равно есть смысл сделать капсулорексис тем более что его можно сделать любой величины идеально 6 миллиметров если надо там на большой толстый хрусталликом компенсируем опять циклоторсию и выполняем разрезы значит двумя ножами единичка два разреза в горизонтальном меридиане это левый глаз ли мы правой руки вот такие разрезы и ножом 2 и 2 выполняем основной разрез нам показывает бери он где его надо сделать прямо прямо смотрим не вводим глазками идеальный профиль разреза квадратный длина и ширина равны по величине наилучшая герметизация в таких ситуациях достигается переднюю камеру не зато он сморкой чуть-чуть сейчас подавит чуть-чуть будет больновато нужно потерпеть умничка моя как я уже говорил сто процента случая использую краситель дисковиск метилселлюлоза для soft shell техник доченька надо будет не сюда больше метилселлюлоза не жадничай для живой хирургии будет жадничать он закончится будет жадничать дай только это самое метилселлюлоз кумния на толстый конюрит тут достаточно вот и дай мне пожалуйста шприц водой до простую конюлю мы воздуху берем всегда на этапе капсуларексиса желательно воздушные пузыри убирать потому что они в самый ненужный момент появляется там где мы их не ждем и идет иначе чем мы планировали вот на фоне воздушных пузырей не всегда четко понятно получились мостики или нет поэтому очень аккуратно цанговым пинцетом для капсуларексиса не спеша капсулу удаляем мостиков не было у нас идеально она ушла и вот тут понятно зачем мы окраску собственно ряд делаем потому что окраска нам позволяет четко видеть край капсулы не давали этот самый попытаемся разломать ядро достаточно плотно но тем не менее попытаемся его центре частично разломать для этого используется вот такой специальный инструмент это причопер нашего дорогого друга крузофона некоторую часть нам удается разделить и теперь выполняем гидродиссекцию конюля кахоши которая дает возможность выполнить контролируемый подвывих ядра в переднюю камеру жидкость подаем он движется вверх раз мы его притопили и все вы добились полной идеальной мобилизации одним движением вам не надо больше нигде него заходит ничего и осталось самое главное ядро в капсульном мешке то есть не сместилась к роговицы не вызвало каких-то проблем при вхождении так далее параметры как я уже говорил здесь 20 давление регулируемый с педали ультразвук и вакуум и спираться вот видите по линиям разлома который осуществил чем-то лазер нам удается достаточно легко между двумя металлическими наконечниками ядро разделить на части вот и уже выделенный фрагмент совершенно спокойно убрать вы видите все с достаточно плотным ядром удается абсолютно безопасно работать при глубокой передней потому что машина контролирует подачу жидкости переднюю камеру датчиком на кассете и датчиком находящимся на каятке пока наконечника а и 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 баланс и тип позволяет нам максимально использовать все преимущества торсионного ультразвука мы здесь работаем в режиме когда у нас продольный ультразвук не используется вообще нам удается торсионным убрать достаточно плотное ядро менее энергетически затратным более экономичным более безопасно опять для эндотелия и для нагрева основного разреза вот если ядра более плотные тут к сожалению нам на торсионном не всегда удается избежать окклюзии мы включаем так называемый режим айпи который подключает традиционный продольный ультразвук который убирает возможность возникновения окклюзии и у нас все идет без резких перепадов видите со всех сторон машина за нас думает подает жидкость борется с окклюзией соответственно ее прорывом и он нам все размечает лазер разрезает хирурга задача самая простая прийти на работу и получить зарплату хрусталик открываем давай видите если хорошо выполнена гидродисекция практически маска артикальных не остается то есть вот это вот использование модифицированные конюля кахоши она позволяет очень хорошо гидродисекцию сделать и большинстве операций в масках артикальных ведь не остается конца операций как я уже говорил мы используем картридж d практически на все крисовы автоматический инжектор всего огромным количеством преимуществ плавной подачи и не повреждения ни линзы картриджа все очень контролируемо плавно то есть можно конечно медсестру просить чтобы она завинчивала ручной но лучше заплатить кучу денег и купить автоматический инжектор на роговичку поливая деточкам видите здесь практически масс не осталось поэтому мы здесь почистим только капсулу собственно говоря и все немножечко есть но этот наконечник он справляется с любого размера массами корой при этом огромным преимуществом является то что он входит через основной разрез соответственно при манипуляциях в капсульном мешке рукав защищает глаз от перепада давления вот у нас комплекс фемтокатаракта и использование трансформера входят в систему мероприятий направленных на профилактику потерь эндотелия мы с определенного момента стали использовать для пациентов этот набор в паре то есть трансформер и фемтолазер видите как нежно с капсулой работает то есть здесь чем хорошо то есть я не говорю что бимануалки например многоразовые хуже по качеству но они металлические все таки в процессе образования можно возникать из-за усеницы к сожалению чего никогда на одноразовом пластике у нас не будет вот при определенной сноровке можно этим наконечником работать и меридиане капсульного мешка соответствующим основному разрезу он позволяет повернуть его видите на 180 градусов если массы такие большие то спокойно зацепиться по краю капсулорексис вот а если нет то мы тогда его разбираем на части получаем ирригационные и аспирационные наконечники отдельно опять ирригацию через основной разрез а аспирационным осуществляем обработку тех зон в которые нам было сложно забраться когда он был в собранном виде и он тоже прекрасно работает с задней капсулы и с эпителием который находится на задней поверхности передней капсулы по сути дела этот эпителий является матрицей которая дает развитие для регенераторной вторичной катаракты то есть видите у нас и система профилактики вторичной катаракты у нас идеальный капсулорексис который будет лежать на теле иол у нас удалена практически вся матрица клеток эпителиальных которые продуцируют волокна дающие вторичную катаракту поэтому плюс еще свойства акрисофа квадратный край его биоадгезия к задней капсуле все вместе практически отдаляет заднюю катаракту иногда навсегда вот сейчас ко мне приходят пациенты с акрисофами там десять лет прошло там двенадцать и у них только регенерация дошла до края линзы и там остановилась бимануалочку как я уже сказал я использую ирригационную поддержку во время имплантации поэтому используем здесь ирригационный наконечник бимануальный он на достаточно короткое время используется поэтому все преимущества трансформера на удаление по времени более длительное они нами учитывается и используется как я уже говорил мы расширяем разрез на одну десятую для того чтобы у нас был надежный вундасист но в то же время не избыточное давление на фиброзную капсулу миопов иногда роговица бывает тонкая склера тонкая всегда и в общем то глаз деформируется во время имплантации сейчас когда мы расширили этого не будет видите линза плавно красиво движется в переднюю камеру капсульный мешок и плунжером можно разместить ее при необходимости в капсульном мешке или ирригационным наконечником если вам не нужно второй наконечник для того чтобы выставлять линзу по оси дай мне только аспирация маленький кусочек коры остался он нам погоды не сделает но в то же время если есть возможность его убрать то мы его и уберем сразу чем лучше мы очистим капсульный мешок тем меньше у нас какие то проблемы после операционном периоде в виде фибринов воспаления отек и так далее ну вот смотрите результат идеально капсула лежит на передней поверхности хрусталика чистый капсульный мешок в центре прозрачная задняя капсула на периферии существенно не повлияет то есть это фиброзная катаракта и герметизацию выполняем вот вот такая техника щадящая она позволяет в конце концов получить очень хорошие высокие функциональные результаты практически сразу после операции они не усугубляются ни отеком, ни воспалением ни отеком роговицы и формально это основа к выполнению билатеральной последовательной хирургии то есть мы совершенно спокойно вот выполнили операцию вот так вот по качеству можем тут же взять прооперировать второй глаз потому что мы уверены что у нас травма минимальная скажите пожалуйста свет вам видно? да умничка операция закончилась все прошло великолепно к вам просьба трое суток не касаться глаза руками каждый час закапывать капельки которые мы вам дадим пока не ляжете спать хорошо? глазки открыть на меня посмотреть молодец так что там у нас сигнал идет славу останавливаем пока беседу или вопросы есть хорошо я тогда к вам двигаюсь а девочки пока поднимает пациентка вот ну видите с рассказами время которое заняло вот эта технология которая может быть не кажется вам слишком быстрая это где-то 17 минут но на самом деле разговоры практически в два раза удлиняет я неоднократно это замечал то есть где-то у нас операция продлилась время без разговоров 10 минут и кривая обучения вот на актив сенчери использование вериона она достаточно быстро прекращается потому что никаких подводных камней нету и мы очень быстро приходим к своему традиционному времени хирургии катаракты которая у меня в среднем составляет от 10 до 12 минут то есть буквально там в течение первых двух недель ты понимаешь что камера держится стабильно несмотря на такое низкое давление потом ты вообще на него внимания не обращаешь вот 20 и слава богу работаешь по такому давлению и время возвращается хирургии вы можете использовать любые скорости более агрессивный ультразвук и все преимущества получать связанные с физиологическим внутриглазным давлением да вопросы какие то да есть несколько вопросов первый вопрос фемтохирургия это дорогая игрушка для хирурга или существенные клинические преимущества для пациента я всегда отвечаю одно и то же мы с вами должны определиться куда мы идем то есть если мы движемся к реклинации то фемто лазер это безусловно неправильный путь потому что это дорого красиво эффективно без осложнений идеальный капсулорексис дробление ядра отсутствие воздействия на эндотелий реклинация это то что нужно тому человеку который мне сейчас задает вопрос однозначно дешево быстро надежно самое главное успеть уехать из города в течение двух дней пока не начались осложнения связанные со смещением хрусталика господа хочу еще раз сказать есть глобальная линия куда мы с вами движемся мы движемся к прогрессу фемто лазер технологии о которых мы сегодня говорим берион вискоэластики одноразовые ножи автоматический инжектор контроль давления это прогресс все остальное это регресс вопрос цены он вторичен по мере того как на рынке появятся там другие фирмы которые будут там предлагать эти услуги уже не уникальные цены снизятся однозначно вот возьмите сейчас да там предположим самый такой яркий пример как только кончилась лицензия у на смайл для ласика сразу же 3 или 4 производителя начали делать смайлы и я уверен что цена машины существенно будет более дешевой вот поэтому мой ответ следующий это однозначно и качество для хирурга и преимущество для пациента и это однозначно будущее которое сегодня я говорю это знаете искренне оно для меня вот реальное настоящее я в полном восторге что у меня есть возможность благодаря в том числе компании алкон работать на такой аппаратуре которая позволяет использовать все передовые преимущества технологии хирургии катаракты реклинация да это дешево это путь назад мы движемся с вами вперед и цель сегодняшнего семинара это путь вперед есть еще один вопрос каковы особенности работы с премиальными линзами в период карантина требования Минздрава к работе во время карантина они не подразделяются по работе с премиальными линзами или другими линзами поэтому мы выполняем все требования Минздрав которые доступны на сайте Минздрава и это не касается непосредственно премиальных линз о чем можно вести речь только то о чем я вам сказал что выполняя все в идеальном качестве максимально оберегая эндотелий макулу минимальную травму вызывая мы с вами можем практически отравматично прооперировать первый глаз и сделать в тот же день через несколько минут обработав соответственно операционную поменяв все расходники сделать последовательно прооперировать второй глаз и максимально реабилитировать пациента сразу же на два глаза это не фантастика так оперирует огромное количество людей в мире таких операций в год более миллиона и мы очень близки к тому чтобы начать работать по такой же технологии мы опять в чем-то лазерной части нашей операционной пациентка у нас восьмидесяти восьми лет с диагнозом артифакия правого глаза и почти зрелая катаракта левого глаза значит первый глаз мы оперировали двадцать второго ноль девятого ядро ядро там по оценкам по нашим было около четырех по плотности времени достаточно много у нас на него ушло и на втором глазу мы планируем тоже убирать катаракту имплантировать хрусталик результаты вот по правому глазу сегодня с небольшой коррекции сфера цилиндрической без коррекции 0,7 с коррекцией единицы 88 лет ну честно говоря я хотел бы для себя таких же результатов если я доживу и кто-то меня прооперирует с результатами единицы и буду им очень признателен шутка так Нина Антоновна сейчас у нас лазерная часть операции она абсолютно безболезненная ваша задача не волноваться слушать меня внимательно скажите пожалуйста вы правым глазом довольны? вы довольны зрением на правом глазу? да вы довольны зрением? слава богу укладывайте головушку ровненько ну конечно кому же я вас отдам с вашими ядрами желез железобетонными ну хорошо мы сейчас за веки заведем распорочку смотрите на меня руки не поднимайте головушкой не двигайте молодец правый глазик мы заклеим чтобы он нам пока чуть-чуть не мешал закрывайте глазки молодец вам нужно будет смотреть на оранжевый огонечек вот такой мигающий да подушечка будет головушку поддерживать ищем огонечек смотрим на него ищем огонечек здесь учитывая плотное ядро мы планируем выполнить только фемтокапсулорекс из передней это к избирательности подхода понимаете вы не должны мыслить какими-то догмами стандартами капсулорексис однозначно целесообразно делать идеальный и центрированный отлично отлично чуть-чуть придавит больно не будет смотрим на оранжевый огонечек молодец чуть-чуть подавит потерпим отлично хорошо так мы сразу движемся сюда на верифайле здесь акцепт делаем капсулорексис вообще занимает 2 секунды идеально лазерную часть операции мы сделали это лазерная часть еще у нас хирургическая предстоит этот глазик я расклеиваю да ножки в эту сторону поворачивайте молодец голова не кружится сможете идти пожалуйста с медбратом идите в соседнюю операционную есть несколько вопросов вопрос номер один разработаны ли формулы для расчета иол мультифокальных для пациентов после ЭЛК доктора доктора оксана сергенченко задается мною лично не разработаны а мировой наукой огромное количество формул что говорит к сожалению о том что единой точно не существует мы используем рекомендации американской академии и с в общем то результаты бывают различными поэтому в принципе после рефракционных операций на роговице мы следуем таким образом мы используем максимально возможную точность расчета но при этом обязательно предупреждаем у пациента о том что существует вероятность непопадания в имитропе или в целевую рефракцию соответственно предупреждаем его о том сколько ему будет стоить дополнительные манипуляции связаны по устранению неточного попадания если это например мы используем линзу какую-то с целью эмитропической рефракции то мы пациента предупреждаем что возможно высокая вероятность эксимер лазерной докоррекции в послеоперационном периоде либо замены линзы что в принципе наиболее дешевые наиболее эффективные либо имплантации дополнительные линзы это и дон или фахичные линзы которые имплантируются в заднюю камеру вот и с такими пациентами нужно много и долго говорить до операции наиболее простой вариант если это например пациент до после кератотомии либо там после элка мы целимся в рефракцию минус 3 и подавляющее большинство случаев попадает плюс-минус 1 диоптрия целевой рефракции то есть соответственно от минус 2 до минус 4 будет 99,5% пациентов соответственно они будут удовлетворены зрением для близи и они дальше смогут использовать либо мультифокальные контактные линзы либо имплантацию эдон если у них будет максимальное остротозрение с коррекцией которую мы получили и так далее то есть такие пациенты они находятся в зоне особого внимания с ними надо много разговаривать их нужно сразу же до операции предупреждать о том какие будут финансовые затраты связанные с этой хирургией и если вы нашли общий язык с таким пациентом то дай вам бог здоровья и крепких нервов еще один вопрос бывает ли травматизация задней капсулы при методике фемта капсула рексиса какие осложнения мы можем получить в этом случае значит чем хорош фемта лазер он либо делает либо не делает то есть если вы используете все инструкции ставите ограничительные барьеры по распространению энергии если вы установили правильный диагноз и у вас не задняя субкапсулярная в смысле не задняя полярная субкапсулярная катаракта то вероятность повреждения капсул она приближается к нулю к сожалению не всегда легко дифференцировать заднюю полярную и заднюю капсулярную катаракту но этому есть несколько возможностей это не тема нашего разговора там есть пару приемов воспользования осети хрусталика плюс осмотр специфический на щелевой лампе позволяет определить что это полярная катаракта с полярной катарактой нужно быть очень аккуратным работать в безопасной зоне и сейчас вот есть работы о том что задняя полярная катаракта является одним из показаний к фемтолазеру а повреждение уже может произойти не на этапе фемтообработки а когда пациент переходит в хирургическую часть операционной повышается давление в мешке во время гидродисекции задняя капсула разрушается нужно обязательно избегать давления в капсульном мешке повышения то есть правильный диагноз надо устанавливать на дооперационном этапе а фемтолазер еще раз повторяю если вы сделали хороший качественный докинг если вы идеально расширили зрачок при помощи медриатиков или механических устройств они практически стремятся к нулю нулем быть не могут но это читайте в специальной литературе у нас сегодня немножко другая тема комплименты из Грузии от доктора Кахи Шарашидзе который вас благодарит и говорит что вы тянете медицину в такой сложный период спасибо вам спасибо Каха дружище к сожалению мы не будем так часто видеться как раньше но надеемся что хорошие времена настанут и мы опять сможем друг друга обнять за бокалом прекрасного грузинского вина и молодого барашка поехали поехали спирт доча на кидание тряпок что ты выдаешь жадюга я понимаю что в стране экономический кризис но не настолько номер скажи 13 не нам тонна глазки откроем посмотрим на меня умничка ну то такое я уже думаю что у нас как по времени встанет там что было 33 минуты на первый глаз это скорее всего не будет все ультразвуковой чопер использовали поэтому посмотрим какое ядро сейчас и тоже решим что здесь мы будем использовать аспирации 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 закрепи сынок на огонечек смотрим умничка ну ведь очень хороший капсулорексис идеальный ни одного мостика хорошо видно ядром и здесь не обрабатывали ну вот видите капсулорексис просто великолепный компенсируем циклоторсию и выполняем разрезы для левого глаза два вспомогательных и один основной прекрасный алконовские ножи здесь чуть-чуть подавит надо потерпеть а ты мне раствор дала давала или не давала не давала медриатик анестетик в переднюю камеру краска под воздухом дисковиск с метилсиллюлозой сначала дисковиск под эндотелий используя только цанговый пинцет для капсулорексиса он не опорожняет переднюю камеру очень прецизионный вот и сейчас мы смотрим какое же ядро у нас реально мы на протекции опять же канюля кахоши дозированный под вывих делаем вот видите ядро начинает как бы выходить из капсульного мешка мы его плоской частью канюлю придерживаем вот ну давайте здесь мы что сделаем здесь ядро достаточно большое давай мы поставим сначала кольцо внутри капсульное потому что у нас манипуляции в мешке учитывая возраст могут быть достаточно травматичные для связок поэтому мы кольцо поставим на всякий случай у нас удержат стабилизирует капсульный мешок и давай наверно доченька мы уберем кашку и потом попробуем ультразвуковую фрезу ультразвуковой чоппер сначала мы уберем ультразвуковую кашку чтобы у нас ядро открылось хорошо дай мне метилцеллюлоза мы наполним побольше мешочек когда мы уже завели кольцо в переднюю камеру теперь можно потуже наполнить чтобы нам легко было пройти в капсульный мешок видите ядро такое на нем белые следы это говорит о достаточно высокой плотности то есть ядро и большое и плотное поэтому для того чтобы не повредить связки мы по крайней мере скажем так распределить энергию на все связки равномерно поставим колечко безусловно гораздо лучше имплантируется колечко через инжектор но к сожалению у нас производство таких колец приостановлено да не метилцеллюлозку еще хочу все таки воздух вывести потому что вот все но так и бывает вот отлично вот это то что я вам говорил всегда воздух старайтесь убирать потому что он самый такой ответственный момент устанавливается там где вам абсолютно не нужен второй крючок давай дочинем теперь мы убираем мягкую часть ядра который нам дальнейшей манипуляции чуть-чуть с ультразвуковым чоппером затруднит так чтобы перед нами предстало чистое ядро давление как всегда наше любимое 20 вот теперь мы меняем иглу футболку ультразвуковую на ультразвуковой чоппер метилцеллюлозки добавим это видите вот такой вот специфический наконечник в виде такого изогнутого ножа 20 поставим на шона вот и делаем в проекции основного разреза пропил в ядре вот такой вот сильно не придавливаем просто ведем по поверхности ядра но все автоматически саму сделает вот обычно нужно 3-4 прохода так чтобы максимально глубоко погрузиться в ядро поворачиваем на 180 градусов вот и дорезаем собой вот ультразвуковым чоппером трудно зайти почти невозможно поэтому мы в основном уделяем внимание дистальная часть разреза вот сделали один такую прорезь поворачиваем теперь на 90 градусов и делаем крест вот пропилили с одной стороны там уже видите светится неплохо рефлекс розовый вот и допиливаем с этой стороны для того чтобы у нас разлом получился максимально идеальный хорошо наполняем опять переднюю камеру виска эластиком дай мне нормальную метилциллюлозу без воздуха имеется у тебя сегодня такая хорошо визуализация страдает и теперь мы берем замечательный причоппер модели крузофона вставляем в одну из бороздок которые получили и раздвигаем и у нас с вами получилось прекрасные две половины ядра дальше вращаем его опять добавляем немножко виска эластика здесь наверное уже квадрант поставим более мощный ультразвук с IP потому что здесь могут быть окклюзии дай мне только разлом сейчас и перпендикулярный разлом тоже делим ядро даст Бог на четыре части прямо 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 в огонечек смотрим умничка моя вот то есть у нас с вами до начала удаления ядра получилось 4 фрагмента которые нам существенно легче будет удалить опять таки давление мы используем 20 режим мы используем IP в данной ситуации то есть для профилактики окклюзии и постепенно потихонечку начинаем образованные фрагменты в центр удалять видите тут разлом почти полный получился поэтому достаточно легко вывихнулось видите тока окклюзия возникает она тут же разрушается подключением автоматическим продольного ультразвука который не позволяет возникнуть окклюзии соответственно перепаду камеры система актив флюидик вместе с системой актив центре компенсирует потери в глубине передней камеры вот чем хороша еще вот эта система работы при низком давлении у вас движение очень соразмерное то есть если мы действительно начнем сейчас очень активно размахивать либо фокошпателем либо ультразвуковым наконечником камера несмотря ни на что будет опорожняться вот и вот эти движения они у вас становятся более взвешенными более точными вы минимально на глаз давите потому что глаз в принципе он под давлением 20 миллиметров в данный момент соответственно вы не опорожняете камеру соответственно вы более щадяще работаете со структурами глаза соответственно у вас все более красиво и менее травматично постепенно пока суть до дела мы уже убрали три фрагмента переходим к четвертому вот здесь практически особенно у начинающих хирургов практически проходит страх перед удалением последнего фрагмента когда практически нет коры вероятность прорыва окклюзии с подтягиванием задней капсулы наиболее высокая на всякий случай мы шпатель подставим потому что у нас сегодня тема не исправления осложнения хирургии катаракты а другая опять же мы очень хорошую диссекцию сделали то есть практически масса осталась минимальной вот видите такое достаточно плотное ядро мы легко удалили давай доча Дани это самая маркаенчик мы в камеру немножко ведем потому что так как операция у нас не короткая чтобы у нас пациентки да не было больно совсем не забывайте об этом анестезия в общем то она не навсегда поэтому вот сейчас еще маркаина немножко в переднюю камеру проявили опять мы используем любимый автоматический инжектор и трансформер который нам доставляет удовольствие работы на глубокой передней камеры с минимальной потери жидкости максимально безопасно учитывая пластмассовые части вот такие ядра вы знаете они последнее время достаточно часто появляются к сожалению пандемия коронавируса заставляет людей достаточно долго сидеть дома а то отращивать вот такие вот плотнющие ядра но мы должны к этому быть готовы на роговичку потому что пациенты такие приходят и говорят а я хочу самый лучший хрусталик который у вас есть и вы должны с минимальной травмой с охранным эндотелием предложить им реабилитацию и выключая мультифокальную линзу разбираем наш трансформер замечательный удаляем ту часть коры которая недоступна нам из основного разреза если бы зрачок сейчас был бы чуть пошире то это бы нам удалось но так как этого нет на роговичку займи ка на роговичку а и 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 определенное сопротивление введению масс оказывает конечно кольцо капсулю которое мы ввели но здесь как говорится единство и борьба противоположности без него нам было бы сложно манипулировать с мешком потому что Катаракта развивается всегда в двух направлениях Это и помутнение вещества И ослабление, к сожалению, связок Мы меняем на бимануальные наконечники И на реагационные поддержки имплантируем Интерокулярные линзы Для того, чтобы не быть голословным Мы оперировали Там ядро было плотнее Потому что всегда пациенты начинают с лучшего глаза И на настоящий момент Через три дня зрение единица на этом глазу Это говорит о минимальных проблемах Он связан с травматизмом операции Аспирацию, доченька, давай Давление там 20, да? Ну видите, преимущество у бимануальных наконечников тоже имеется Когда зрачок сужен И нам не совсем было хорошо видно Имеется ли здесь дополнительная кора То мы можем туда просто зайти И спокойно их удалить Герметизация Ну и вот посмотрите У нас идеальный капсулорексис Он находится на передней поверхности его 5 мм У нас не будет никаких чудес Связанных С рефракцией Из-за смещения хрусталика Вперед или назад У нас профилактика Вторичный катаракт У нас минимальный травматизм Как мы работали На низком давлении Но при глубокой передней камере И у нас практически зрачок остался Такой же ширины Как был в начале операции Что также подтверждает Минимальный травматизм Скажите, пожалуйста Свет вам видно? Видно Молодец Операция закончилась Все прошло отлично К вам просьба Трое суток Не касаться глаза руками Каждый час закапывать капли Которые мы вам дадим Пока не ляжете спать Хорошо? Через пять дней Можно подобрать очки Чтобы читать Глазки открыть На меня посмотреть Открывайте глазки Молодец Сейчас, сейчас пройдет Все, молодец Слава, если есть вопросы Готов ответить Лежите спокойно Вам помогут подняться Ну что, еще что-то? Мы можем и закончить Так, дорогие друзья Значит, сегодня у нас Немало операций Которые мы частично сделали До подключения Часть сделали с вами Вы увидели все преимущества Системы Centurion Системы Vireon Фемтолазера Автоматическая подача линз Системы ActiveSentry Системы Active Fluidic Я очень старался Надеюсь, что вам понравилось Я вам желаю еще раз Как и вначале я уже говорил Здоровья Вам и вашим близким И вашим пациентам Давайте будем все вместе Несмотря на тяжелые времена Двигаться вперед Благодарю за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok